друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать героиня мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях ну а также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки за ваши хорошие добрые веселые интересные комментарии огромное вам спасибо за вашу поддержку ну что ж поберуха друзья мои явилась не запылилась вылезла я бы сказала как тот самый черт из табакерки и как всегда с громким названием правильно а зачем собственно выкладывать ролики зачем работать на ютубе зачем вот пожалуйста чего-нибудь а выложила да прилепила громкое название и как говорится вперед выложила на шортс на youtube канале под названием авария по дороге в москву причем даже написала название неправильно написала авария по дороге е в москву не знаю то ли сделала это специально дабы было побольше комментариев то ли скорее всего и выкладывала сама находясь за рулем ну я кстати нисколечко не удивлюсь да все это было сделано на коленке в попыхах в принципе как лёлька все это делает да вы знаете я так понимаю что таким названием поберуха решила довести до цугундера свой электорат своих хомяков обожателей которые так-то молятся всякий раз как только кто-нибудь из лёлькиного семейства вздохнет или простите за выражение пернет но и собственно здесь представляете хомячки увидев такое название авария по дороге в москву все тут же с этими кинулись ринулись к лёльке на канал да начали тут же в срочном порядке за нее молиться ну а там оказывается вот вообще в чем как говорится суть заключается лёлька просто ехала ехала в москву да практически разгонять тоску ехала и по пути в москву она вот все аварии которые там обнаружила ну по крайней мере две она написала да и она значит их решила продемонстрировать показать людей постращать и и так далее ну понятно лёлька там ой да кошмар какой кошмар какой ужас на самом деле конечно это кошмар конечно это ужас да аварии дтп на дорогах особенно на трассе это действительно страшное явление да и все прекрасно понимает что здесь как говорится зависит все не только от себя но еще и от того и от других людей которые тоже тоже являются участниками как раз таки дорожного движения и понятное дело может быть как говорится не ты так в тебя но опять же лёль ты знаешь на самом деле это как раз таки и тебе урок да что когда ты едешь за рулем да тем более так скажем не имея еще большого опыта все-таки за рулем в любом случае надо следить внимательно смотреть на дорогу не выхляться не кривляться не записывать там какие-нибудь лепешки да в телеграм-канал еще что-то как это делает поберуха отвлекается абсолютно на все всегда сидит за рулем красуется собой рассказывает какие-то вещи вместо того чтобы следить за дорогой да следить за тем что происходит на дороге как говорится глядеть в оба в общем решила лёлька все это дело выложить конечно же тут же последовали комментарии от хомячков которые стали молиться которые стали писать оленька пожалуйста будь осторожна оленька мы с тобой оленька какая плохая погода и в такую погоду ты поехала погода явно не для поездок ну что ребят вот понятное дело по какой причине лёлька отправилась в москву одна из причин да основная причина естественно она повезла туда свою продукцию на продажу мы прекрасно понимаем раз она повезла туда свою продукцию на продажу она об этом говорила еще там на последнем стриме да говорила о том что вот в ближайшее время состоится поездка повезет она туда свою продукцию естественно обратно лёлька повезет уже денежки да за проданную продукцию то есть я так понимаю что лёлька будет при деньгах но вот опять же ребят это никоим образом не поможет хомякам лёлькиным обожателям если они надеются на то что вот лёличка приедет с какой-то знаете такой достаточно кругленькой суммой денежек которые она выручила за продажу своей продукции ну или не своей продукции да в любом случае хомячки наверное подумают что сейчас лёлька эти денежки начнет тратить там на всякие штрафы на юристов на все про все то есть так скажем внесет свою посильную лепту в закрытии своих же долгов своих же проблем своих же там штрафов да собственно чего угодно но как говорится не тут-то было да мы с вами прекрасно понимаем что такого чуда никогда не произойдет да лёлька же правильно сказала правильно сказал когда-то ее сын ее же сдал лёшка картошка да который как-то там помните на одном из своих стримов уже где-то более года тому назад когда лёшка сказал о том что а он хотел там своими деньгами там как-то там значит куда-то их там внести на что говорит мама сказала нет деньги типа должны оставаться в семье вот это лёлькин девиз по жизни свои денежки которые зарабатывает она сама она не трогает нет живет и гуляет лёлька исключительно на деньги своих ведроголовых хомячков которые собственно позволяют ей это делать да а раз они это делать ей позволяют значит по этой причине она наглеет еще больше как я всегда ее называла уже где-то наверное два с половиной года на ютубе наглая морда а она действительно ребят и есть та самая наглая морда и ведь обратите внимание вот всякий раз когда ей нужно ей есть на кого оставить своих детей я не знаю приезжала ли кормящая медалистка женька в туровку дабы посидеть со своими братьями и сестрами или не приезжала если честно к женьке уже наверное недели полторы точно не заходила понятия не имею но лёлька всегда найдет на кого оставить своих детей вот я думаю помнят все прекрасно до момент когда я возмущалась когда лёлька в днс получая свой микрофон опять же на который есть за донатили зрители так на которые есть за донатили хомячки обожатели она ведь сказала ну давайте давайте быстрее у меня там дети сидят в машине их очень много да тут прям бедная несчастная не постоять не подождать глядите какая барыня да сейчас там развалится прям знаете царских кровей да а здесь здесь нормально уехала в москву как говорится неизвестно насколько да и всегда ведь найдет на кого оставить своих детей конечно она всегда скажет там мама приехала там жене кормящая медалистка дочка приехала побыть с братьями и сестрами да и так далее вы знаете я думаю что в большинстве моментов все-таки большинство случаев когда на самом деле лёлька куда бы то ни было сваливает дети вообще остаются с посторонними людьми а именно как раз таки да с помощниками а кто такой помощник у лёльки у лёльки помощники меняются друзья мои очень и очень часто да я понимаю если бы там у нее была какая-то помощница которая бы с ней работала там уже знаете пять лет в обед да или какой-то там помощник но опять же как можно оставлять своих детей тем более несовершеннолетних тем более там такое количество маленьких детей как их можно вообще оставлять на посторонних людей да кто его знает что произойдет сколько ситуаций было да сколько вон там тоже всяких разных передач историй о том как вот человек да работал 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 и в семье жил и так далее и тому подобное потом что-нибудь такое страшное происходит и случается у поберухи даже в этом плане ни сердце ни душа не болит даже она об этом нисколечко не думает короче поехала в москву все привезла уже понятное дело да денюжки привезла уже обратно вернулась да решила вот с таким громким названием зайти авария по дороге в москву ну и конечно же многие думали что там это что-то произошло дтп произошло непосредственно у самой лёльки но лёлька решила просто тупо хайпануть на этой теме друзья мои ну что ж посмотрим а так скажем через какое время лёлька выйдет опять на стрим и будет опять просить да и вот мне просто интересно а хомячки будут задавать вопрос ну или кто-нибудь будет задавать вопрос кто пока еще не заблокирован да так скажем а вот если она выйдет опять каким-нибудь донатом выставит донат на что-то на что угодно собственно кто-нибудь ей напишет о том что а вот вы же съездили в москву вы же привезли денюжки да у вас же есть деньги может быть вы сами в кои-то веке соизволите хотя бы внести какую-то свою лепту да свои денюжки и что-то себе там приобрести да за что-то заплатить но я уверена ребят как только появится такой вопрос во-первых комментатора тут же заблокирует а во-вторых лёлька как всегда вспомнит про своих многочисленных детей скажет вы что с ума сошли да мне детей и одевать и обувать и кормить и в общем-то да лёлька найдет что придумать но вот что всегда меня ребят опять же удивляет да повторюсь это тот момент что она всегда найдет да момент как свалить из дома даже на несколько дней и про своих детей даже близко не вспоминает вот такой меня получился небольшой обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю всем пока пока и конечно же до новых встреч и